автор ролика не призывает вас к ненависти данное видео постановка а все участники актеры ну как сказать кайфу и нет я уже привык а в россии был за все это время игру россии за это все время был не ни разу не был но я как сам украинец по национальности ну на украине у тебя на был украине а ты что делаешь я в москве жил а к украине как относится украине хорошо ну не именно именно по что можно относиться к разным аспектам украины хорошо я имею ввиду про людей у меня много очень знакомых ну вот сейчас конфликт между россией смысле конфликт война идет оккупировала россия донецк луганский и аннексировала крым россия купит но чувак ну крым аннексия крыма чей крым сейчас кто кричит крым наш наш так вот тоже кричит я не знаю как это люди проголосовали какие люди где проголосовали на каком референдуме чувак на основе какого закона международного ты что почему тогда санкции на россии накладывать если на основе международного кота документа был референдум к ты говоришь я не знаю ты сейчас хочешь у меня спросить что ты говоришь типа крым наш это все говорю я людям которые живут в украине я отношусь абсолютно лояльно да но крым надо много знакомых и много много даже родственников да чувак я не спорю у меня тоже очень много знакомых и много родственников из россии но я говорю и показали нам показали мне ничего не показывали я сам все знаете я я видел крым знаешь что откуда то что оккупировали крым сам был же аннексировали крым ты там сам был конечно прямо в крыму был когда был референдум я был 2012 году отдыхал ялта ты был в 2012 да а на другой год тоже мы когда аннексировали крым ты там был нет конечно его аннексировали откуда ты знаешь что его аннексировали подкупать и сказал путин сказал не покажи откуда ты это знаешь нельзя телевизор или где-то это видел ничего не на полном серьезе тебе доказать что крым аннексирован да то есть крым по-двоему не аннексирован по моему нет по моему там был референдум люди все пришли на выборы или а что если эти скину фильм крым путь на родину или дорога домой не пойду называть там где путин говорит что это военная операция была это было не военная операция но эти скину фильме там будет где путин говорит про военные операции военная операция по защите людей по какой защите от кого защите я тебе просто говорю ты мне покажи где не было референдума докажи мне что это было военная операция с кеме видео я скинул где путин это подтверждает тебя строй такие доказательства давай живешь я здесь живу и у нас с тобой разный я не смотрю телевизор так я тоже не смотрю так как нам могут показывать разные вещи если я не смотрю и ты не смотришь телевизор может у нас разные мнения по этому поводу но она не показывает разные вещи я просто вижу то что происходит еще факты в интернете независимых источников давай диалог вести такому что еще сделаем а не монолог я кстати снимаю ролик сейчас ты не против я не против хорошо выложу на youtube я просто всегда предупреждаю когда снимаю ролик чтобы не было знаешь там для них чтобы люди не я просто я просто тебе говорю можешь выкладывать ты живешь там я живу здесь нам показывать с тобой разные вещи кто мне показывает что-то кто тебе показывает ты говоришь что у тебя собственное мнение у меня тоже собственное мнение послушаем у нас даже youtube праздник нет youtube у нас один да это гугловская компания она не может быть разных у нас разные рекомендации которые исходят из того что мы предпочитаем что вы смотрим так работает google но youtube 1 youtube 1 в топе получается он показывает если я поставлю россию и русский язык то у нас будет топе одно и то же показывает другое совсем в украине и в россии плюс-минус топ одинаковый нет да плюс-минус эти выговорю ну ты мне видео скинул при ну да путин говорит слышишь ты мне скинул видео где путин говорит вырванный из контекста фразы это не вырвано из контекста он говорит что это была военная операция как это может быть вырвано из контекста военная операция какой контекст может быть чтобы слово «военная операция» не значило «военную операцию». Не, военная операция в любом случае военная операция. Ну все. В каком контексте она прозначена? Знаешь, как происходит референдум? Спрашивают у жителей Украины, спрашивают у жителей России. До этого должен быть между Россией и Украиной договор о передаче Крыма и так далее. Международное право должно быть согласно с этим. И никто на вас санкции не должен накладывать после того, «Будапешский договор 1994 года, когда Россия и Украина подписали договор о том, что Украина передает ей России ядерное оружие. Подожди. Украина передает свое ядерное оружие. Ну не перебивай, пожалуйста, я же тебя не перебивал. Украина передает оружие России, она передала. А Россия не претендует на ее территории, на целостность Украины вообще не претендует. Должна ее соблюдать и уважать. Она нарушила договор. ваша страна россия в чем проблемы да нет проблем ты ты хочешь я просто понять не могу чего ты хочешь доказать что это было незаконно подло украине сибы украина была бы такая большая как россия поверь украина бы не претендовала чужие территории вообще ты мне про территории сейчас говоришь донецкая там народная республика да это же украинская территория правильно это оккупировано это оккупация а крыма это аннексия оккупация это когда ты знаешь может быть оккупации то есть есть люди которые принадлежат украинской да там есть люди с украинскими паспортами так оккупация это когда враг занимает территорию но они присоединяют к себе понимаешь люди против против кто сказал против они говорят ну там есть все парам там очень много адекватных людей западной украине тоже есть очень много адекватных причем тут западная украина в итоге то почему мы не можем договориться почему идет война мысли договориться отдайте территории которые оккупировали аннексировали уберите свои вместе скинул где ролик ролик где путин говорит что это была военная операция тем более два ролика два ролика там есть какая-то автология путин сказал что это военная операция два ролика где тавтология посмотри фильм путь на родину когда они в сирии сейчас воевали это тоже мы что забыли в сирии вы что за были все это было военная операция то же самое будет ну да в сирии военной операции в крыму военной и люди говорят что люди говорят ну что то что это военная операция что у нас там оккупировали путин сказал все и скину где люди говорят я найду но ты же будешь говорить чтод это люди с украины и все построены так что любой смысл я к этому и веду что у меня есть ролики я же стал что я снимаю у меня есть ролик как как мы можем с тобой говорить за политиков мы можем сейчас на данный момент пожалуйста можем то есть ты можешь придерживаться одного мнения политиков я могу придерживаться но мне не есть истина не как бы одно мнение политиков другой если на российская Федерация оккупировала Луганск, Донецк аннексировала Крым. Это истина. Это все знают. Вас выгнали из большой восьмерки. Теперь она семерка. Послушай, это твоя истина. Это не моя истина, это факты. Это факты. Вот поэтому и нету диалога. У тебя есть своя истина, и ты на ней стоишь. У меня нет своей истины. Есть правда и неправда. И подлая, лживая пропаганда. Я не буду спорить. В смысле ты не будешь спорить? Чувак, я тебе говорю факты, и ты не можешь на них ответить. Я тебе говорю, ну на какое... Почему? Вот смотри, то же самое можно говорить, если вы скажете... Ты разоблачил всю систему. Ты молодец. Я не разоблачал ничего. Чувак, на вас санкции уже четвертый год накладываются, или пятый, я уже не знаю. Но мы же как-то живем с этими... Ну, чувак, ну смотри, например, РосАл. На них наложили санкции. Компания потеряла с чем-то, по-моему, миллиард евро. И теперь, вместо того, чтобы вам проводить проводку из меди, будут проводить из алюминия. А если ты электрик, я не электрик, но у меня друзья сказали, что алюминия это пиздец. Шанс того, что будут пожары, возгорания и так далее, очень большой с алюминием, чем с медью. Все, вот это влияние санкций. Будет больше пожаров. По крайней мере, это самое простое объяснение. Увеличение пенсионного возраста. Смотри, Российская Федерация, это большая страна. Одна пятая или одна седьмая суши. Я уж не помню. Ты согласен, да? Подожди, а как ты, на мое, не то что убеждение, а просто... Это не раз убеждение. Ты меня послушай просто. На мое высказывание, как ты отреагируешь, что вся Европа, то есть, начиная там от Нидерландов, ну, короче, вся Европа, да, она потребляет только российский газ. Нет. Нет? Ну и потребляет газ с разных стран, с Румынии, с Азербайджана и так далее. Сланцевый газ, даже Америка сейчас... Америка строит свой газопровод, чтобы отправлять сланцевый газ в Европу. Я тебя, короче, понял. Что понял? Не, я просто тебя понял. Нет, чувак, ты просто нигде нету. Смотри, я тебе говорю. Один вопрос к тебе. У меня к тебе один вопрос простой. Российская Федерация, это большая страна, одна седьмая суша, насколько я не ошибаюсь. Ты согласен, да? Ну да. Смотри, алмазы есть там, Якутия, один из самых таких регионов, где много алмазов. Золото, серебро, другие руды, алюминий. В Россию надо ехать. Смотри, моря, океаны, омываются, значит, много портов, значит, много денег. Леса, другие природные, ресурсы, там сырье, нефть, газ. Почему у вас повысили пенсионный возраст? Мы сейчас, мы сейчас говорим о внешней политике или во внутренней? Они друг от друга зависят. Они друг от друга зависят, да. Так, ответь на вопрос. Потому что у нас повысился возраст, как это говорит? Пенсионный возраст, да? Нет, не пенсионный возраст, а возраст смертности. Ну, в общем, люди стали старше. Дольше жить, да? Все, все, я понял. Все. Это охуенно. как бы в практике это, конечно, не замечается, но по статистике, как бы, да, люди стали дольше жить. Ты реально веришь тому, что говоришь? Я же тебе не говорю, что политическая система России, она идеальная, у которой была бы идеальная политическая система. Нету такой страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова